Гражданин РФ, достигший 70-летнего возраста, своим единственным источником к существованию может иметь пенсию. В связи с этим актуальным становится вопрос о льготах, на которые пенсионер может рассчитывать при достижении 70 лет. В статье рассмотрим, как предоставляются льготы пенсионерам после 70 лет от государства. Специальных льгот для пенсионеров, достигших 70 лет, в нашей стране не предусмотрено, за исключением скидок при оплате за капремонт. Льготы пенсионерам предоставляются уже при достижении 80 лет, а 70-летние пользуются теми льготами, которые предусмотрены в общем порядке. Налоговый вычет при покупке недвижимости. Налоговый вычет или освобождение от уплаты налога при покупке квартиры пенсионер можно получить не более чем с 2 миллионов рублей. Это право предоставляется в том случае, если жилье было приобретено за собственные средства. Если же квартира была куплена в ипотечный кредит, то вычет будет предоставлен с 3 миллионов рублей. Претендовать на налоговый вычет могут граждане, которые при покупке квартиры имели зарплату, с которой удерживался и уплачивался в бюджет НДФЛ, либо граждане, которые трудились в течение 3 лет до покупки недвижимости, считайте также статью. Бесплатное санаторное лечение для пенсионеров. Льготные путевки в 2020 году. Важно! Если пенсионер не трудился, то права на налоговый вычет он не имеет. Для получения вычета необходимо обратиться в налоговый орган. Если пенсионер еще трудится, то сделать это он может через своего работодателя. При обращении нужно будет предоставить следующие документы. Пенсионное удостоверение, если на пенсию гражданин вышел до 2015 года, если позже, то справку из ПФР, документы, подтверждающие право на недвижимость, например, договор купли-продажи. Или долевого участия, акт передачи недвижимого объекта, свидетельство о праве собственности, если регистрация недвижимости была до июля 2016, а если позже, то выписка из ЕГРП, декларация 3 НДФЛ. Документы на вычет подать нужно через год после того, как право собственности перейдет на имя пенсионера. Сделать это можно, обратившись лично в налоговую или направив документы по почте. Также документы можно направить через интернет на сайте налоговой, зайдя в личный кабинет. Документы проверяются около трех месяцев, после чего пенсионеру в течение двух недель перечисляется налоговый вычет. Отпуск за свой счет. Для работающих пенсионеров актуальной льготой будет являться отпуск без сохранения зарплаты. Для обычных пенсионеров его продолжительность составляет 14 дней, а если он является участником ВОВ, то работодатель обязан отпустить его на 35 дней. Инвалиды вправе рассчитывать на отпуск за свой счет на 60 дней. Такой отпуск предоставляется один раз в год, ежегодно. Для того, чтобы его получить, нужно составить в произвольной форме заявление и подать его своему работодателю. Отказать в предоставлении отпуска работодатель не вправе, это является противозаконным. Компенсация расходов за проезд к месту отдыха. Граждане, которые являются пенсионерами Крайнего Севера, вправе рассчитывать на компенсацию затрат в случае покупки билетов к месту отдыха, воспользоваться правом на подобную льготу пенсионеры вправе один раз в два года. Предоставляется льгота в виде проездного билета, компенсации затрат, понесенных при покупке билетов. Два таких вида компенсации могут также совмещаться, если, например, добираться до места отдыха нужно с пересадками. Для получения подобной льготы обратиться нужно будет в пенсионный фонд или МФЦ и предоставить следующие документы – заявление, паспорт, пенсионное удостоверение, либо справку из ПФР, путевку, либо иной документ, которым можно подтвердить. Нахождение в определенном санатории или пансионате. Проездные билеты, если возмещение происходит в виде денег. При этом предъявляемые проездные билеты не должны превышать стоимости. Место в плацкарте, если поездка на ЖД-транспорте, каюта третьего класса при поездке на водном транспорте, место в эконом-классе, если поездка на самолете. В заявлении нужно будет указать тот санаторий, пансионат или дом отдыха, куда направляется пенсионер, включая его название и точный адрес. Заявление будет рассматриваться около 10 дней, после чего будет вынесено решение. В течение одного дня о решении уведомляется пенсионер. В случае положительного решения пенсионеру выплачивается компенсация тем же способом, что и пенсия. Освобождение от уплаты НДФЛ и налога на имущество. К объектам, которые облагаются налогом на имущество, относят квартиру или дом, комнату, гараж или место на парковке, строение, которое используется для хознужд. Для получения льготы обратиться нужно в налоговый орган с заявлением, в котором будет указываться перечень недвижимости, освобождаемая от обложения налогом. К заявлению нужно будет приложить паспорт, удостоверение пенсионера, документы, подтверждающие право на указанную в заявлении недвижимость. Важно! В налоговую с заявлением нужно обратиться до 1 ноября года, в котором начинает действовать льгота. После того, как пенсионер подаст заявление с определенным перечнем недвижимости, изменить его уже будет нельзя. Это будет возможно только в следующем году. Льготы при оплате услуг ЖКХ. Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, вправе пользоваться субсидией на частичное возмещение расходов на услуги ЖКХ. Получить ее пенсионер вправе, если за коммунальные услуги он платит не менее 22% своего дохода. Субсидия при этом не должна превышать расходы, реально оплаченные пенсионерам за коммунальные услуги. Все излишне перечисленные деньги будут взысканы в счет будущих субсидий. Для того, чтобы воспользоваться такой льготой, обратиться нужно в местную администрацию. При обращении подается заявление и следующие документы, подтверждающие право на квартиру, например, договор купли-продажи, договор дарения и т.д., квитанция, подтверждающая оплату коммунальных услуг за прошлые периоды, выписка, из домовой книги, паспорт и пенсионное удостоверение. Все документы подаются в отделение соцзащиты по своему месту проживания, либо в МФЦ. Обратиться в указанные органы можно одним из способов. Лично посетить указанный орган, направить документы по почте, через портал Госулуги, если это возможно в том регионе, где проживает пенсионер. Важно! Если пенсионер самостоятельно не может найти и предоставить документы на недвижимость или выписку из домовой книги, то это может сделать самостоятельно тот орган, в который он обратился. Документы проверяются уполномоченным органом на достоверность. Для этого направляются запросы в различные инстанции. Общий срок рассмотрения документов составляет 10 дней после их подачи, после чего выносится решение. Льготы по оплате капремонта. Если пенсионер живет в многоквартирном доме, который нуждается в капремонте, то компания, которая им оправляет, открывает счет, на который жильцы каждый месяц перечисляют взносы. На этом счете средства накапливаются определенное время, а затем расходуются на оплату строительным компаниям. При достижении 70-летнего возраста пенсионеры могут получить по данным платежам скидку в размере 50%. Для этого у них должна отсутствовать задолженность по предыдущим платежам. Предоставлением льгот занимается соцзащита населения. Обратиться туда нужно с заявлением и следующими документами – паспорт, копия всех страниц, пенсионное удостоверение, документы, подтверждающие право на квартиру, СНИЛС, выписка из домовой книги, данные лицевого счета, документ, подтверждающие отсутствие долга по взносам. Важно! Получить льготу по оплате капремонта пенсионер 70 лет и старше может получить только при соблюдении двух условий – он является единоличным собственником квартиры, а также помимо пенсии не получает доход в виде зарплаты. Даже несмотря на то, что пенсионер имеет статус, дающий право на льготу, это не означает, что он может оплачивать только половину взносов. Он должен уплачивать взносы полностью, а потом получать компенсацию через органы соцзащиты. Выплаты социальный орган производит на основании оплаченной пенсионером квитанции. Получить компенсацию пенсионер может тем же способом, каким ему оплачивается пенсия, либо выбрать иной способ, например, на банковскую карту. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!